Всем привет! Это канал Просто Парфюмы, где мы рассказываем про нишу и парфюмерию. И делимся своими впечатлениями. Не забывайте подписываться на наш канал, оставлять комментарии, ставить лайки. Нам будет очень приятно. Сегодня у нас очень интересная тема. Мы делаем обзор на тренд, который появился в этом году. Который, наверное, должен появиться у каждого в парфюмерном гардеробе, кто следит за модой и за трендами. И мы сделали целую подборку таких ароматов. Да, и этот тренд это стерильность в ароматах. Аромат порошка, аромат чистого тела, аромат кондиционера для белья. Все, что хоть как-то напоминает нам о чистоте, мы сегодня будем пробовать. В основном это достигается с помощью нот, альдегидов и мускуса, я бы сказала. Да, поэтому во всех этих ароматах присутствует эта парочка. Давай начнем. Давай. Первый аромат это Juliette has a gun, mask invisible. Что здесь хочется сказать? Не хочется ничего растягивать. Можно назвать это еще новинкой от этого бренда. Здесь хлопок, мускус, пахнет кондиционером для белья. С ароматом хлопка. С ароматом хлопка, да. Очень нежный, очень деликатный. Если вам не хочется пахнуть совсем, как Ариэль, то mask invisible вам будет очень кстати. Как замена нота парфума. Да. Что-то поинтересней. Да, но не такой сладкий, более спокойный. Следующий, с моей стороны, это LM Parfums, аромат LDX, ALDEX, не знаю, как правильно. Здесь такие прям альдегиды, я бы назвала. Да. Альдегиды, альдегиды. И больше как не порошок для меня, а аромат чистого тела. Я бы назвала этот аромат мыльным. Он для меня пахнет именно хозяйственным мылом. Да. Не очень приятно, конечно. Не очень приятное описание. Мало кто захочет пахнуть хозяйственным мылом, но он очень красивый. Даже некоторые его наносят на ночь. Да. Аромат чистого тела. Следующий аромат очень интересный. Мы вообще о нем упоминали уже в видео про бренд 2787. Аромат называется хэштег. Говорили с Леной о том, что он прям урбанистический, аромат будущего. Если бы мы все ходили в униформе медицинской, я думаю, что нам бы всем он очень нравился. Очень-очень. Да. Очень необычный. Самый необычный из этой линейки. Здесь альдегиды со смолами, с алибановым. Немножко пудровость ириса. Для меня даже больше как какая-то ассоциация с больницей, где моют приборы медицинские, стерильность, чистота. Стерилизация. Стерилизация. Аромат стерилизации. Да. Следующий аромат с моей стороны это Лилаба Маск 25. Тоже аромат чистоты, но я бы называла его очень сложным. Потому что на каждой коже он ведет себя непредсказуемо. На ком-то он раскрывается очень возрастным, немного винтажным. Пудровым, да. Здесь надо быть очень осторожным. Такой альдегидный и альдегиды как будто, не знаю, с каких годов, с 70-х, может быть. Да. Здесь, конечно, мы настойчиво рекомендуем пробовать этот аромат на коже. Ну, такой аромат из прошлого. Или вилдегидный. Да, правда, очень запудривается. Хотя в начале первые несколько пшиков кажется, ой, чистота, порошок. На самом деле оказывается тяжелым. Даже не на ком-то таким бабушкиным. Да. Бабушкой. Следующий аромат – это вильгельм. Все мы узнаем эту упаковку. Это room service. Название говорит само за себя. Здесь речь идет о том, как пахнет в гостиницах. После уборки. После уборки пахнет в номерах. Очень красивый аромат. Ну, здесь тоже нет такого порошкового эффекта, если так можно сказать. Здесь я бы назвала… Химию. Бытовая химия. Да, вот когда номер убирают, вот это химию. Да, и плюс сверху еще какой-то… Какую-то вуаль. Используют для аромата в номере. Какой-то вот запах отеля. Угу. И это все вместе дает эффект room service. За счет фруктовых нот – это, наверное, самый сладкий аромат в поборке. Да. Такой с ежевикой. Ежевика с мускусом. Угу. Следующий. Это, мне кажется, просто классика этой подборки. Это Bayreda Blanche аромат стирального порошка. Даже не помню, как Тайда или Риэль. Как он ближе. Если честно, я не понимаю, как их можно различить. Одинаково. Кто-то говорит, ты ушастый нянь. Кто что только… Я не знаю, для меня, если честно, все порошки пахнут одинаково. Мыльный, порошковый. Чисто даже в голове ассоциация какая-то с белой рубашкой. Да, но при этом я бы сказала, что он такой немного женственный. Не прям порошок-порошок для меня, он все равно помягче. Потому что есть еще более порошковый. Но этот, он очень женственный. Да, ты помылся, в общем, погладил все, надел, накрахмалил рубашку, и все, и красиво выходишь. Но при этом от тебя пахнет такой дорогой чистотой. Ты готовился, видно. Следующий вот аромат. Он как раз про еще более ядерный порошок. Вот The Muse, вот Zarka Parfume, который я держу в руках. Для меня прям порошок-порошок. Улучшенная версия Bayre de Blanche, более стойкая, более тяжелая, более порошковая. Да, мой вообще фаворит этой осени. И вообще он мне очень поднимает настроение, очень мне нравится. Потому что иногда я устаю от различных сложных ароматов. Поэтому The Muse для меня прям отлицетворение чего-то такого чистого. Хотя в составе есть уд. Да, уд, русская глида. У нас за счет этого тяжело. Ой, это вообще. Для еды с удом, мне кажется, это... Ядреная смесь. Ядерная смесь просто, нигде не встречающаяся. Да. Так, следующий. Что-то все время мне Куркджан касается. Я не знаю, подборка там. Прям норовит мне в руку попасть. Это аромат Ако Универсалис. Тут чистота другая. Угу. Тут больше чистота идет от ландыша. Цитруса с ландышем. И ассоциация больше, когда постирал одежду и повесил зимой ее... Такой морозную свежесть чистоты. Да, когда только что погладил. Для меня это такой аромат пара. От утюга немного. Да. И я бы тоже отнесла это в категорию кондиционеров для одежды. Уж очень он, конечно... Ну, такой холодок. Холодок. Ну, прям как на морозе, зимой. Да. Чистая одежда на морозе. На балкон повесил. Следующий аромат. Тоже очень часто встречается в наших подборках. Это Аттар, Маска, Шмир. Что можно сказать? Я не чувствую здесь порошок. Ты заметил, что он постоянно у тебя в руках оказывается? Да, да. Но все мы знаем, уже выучили, что я его не ношу. Потому что Лене... Лене он не нравится мне. Но я не чувствую здесь такую уж прям чистоту-чистоту. Для меня это аромат женского тела, которое, конечно, сходило в душ. Вот. Но прям такой... Там нет ни порошка, ничего. Такой нежный. Он такой прям мускусный-мускусный. Даже немножко... Да, как кашемировый. Да, да, да. Ну, на тебе пахнет ладно. Спасибо. Так что... А других вкусно пахнет. Наносите на кожу, пробуйте очень приятный аромат, который получает комплименты. Как самый сексуальный из этой подворки. Очень классно им пользоваться на ночь. Ценить в душ, нанести. И Даша, не остается другого выбора, как пользоваться им на ночь. Да, так я пользуюсь им на ночь, я говорю, что на работу. И Лена мне говорит, Даша, ну что это такое? Ну что это? Я говорю, мне же на ночь, ну вот в облачко. Те, кто говорит, что его не чувствует, что он не стойкий, это все ложь. И последний аромат, это Pierre Guillaume Le Muscle Peau, мускус и кожа, хотя кожи, по-моему, там вообще нету, не пахнет. Он такой, больше чистота, с такими цветочными нотками, и он очень сильно за последний год распиарили, его прям вообще... Если честно, я думаю... Все за ним охотятся. Да? Если честно, для меня он самый легкий из всей этой подборки. А, может быть. Хотя в муском виде был самый легкий, мне кажется. Ну вот он, они на такой, я бы сказала, на одной ступени, лично для меня. Он совсем не ядерный. На коже я очень быстро про него забываю, что он у меня... Что он вообще навесил. Ну да, да. Ну что, надеемся, эта подборка трендовых и стерильных ароматов была для вас полезной. Да, как вы вообще относитесь к трендам, или вы только по своим вкусам покупаете ароматы? Как вы вообще относитесь к ароматам с чистотой? Да. А не на любителя, если честно. Ну что, у вас уже какой-то есть коллекции? Конечно, я бы не относила эти ароматы для ароматов для офиса, хотя они прекрасно подходят к белой накрахмальной рубашке. Это так? Да. Но с ними надо быть поосторожней. Они могут быть очень предсказуемы на коже. Да. Поэтому спасибо за просмотр, что досмотрели до конца. И ждите наши новые видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. Мы все читаем, нам все очень приятно. Пока!